всем привет вы справили ну и мы отвечаем очень популярный вопрос был уже не раз задавали то делать с резьбами которые сломались вилках но не только вилках ломаются резьбы в общем существует способ ремонта с помощью вот таких вот ремонтных футерок которые вворачиваются внутрь тело после того как вы прогоните специального ремонта меч и для того чтобы осуществить такой ремонт нужно прочистить место от остатков стружки грязи и прочих ненужности и в нашем случае вы сначала проверим что происходит с остатками резьбы для того чтобы оценить глубину хоть нам одной футерки в данном случае нам нужно примерно 8 витков на одной футерке 7 витков ну и дальше приступаем к растачиванию с помощью специального ремонта метчика и 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 наша задача нарезать избу таким образом чтобы футерка уперлась последний глубоко прорезанный виток поэтому наша задача после того как мы нарезали резьбу или проверить то насколько вкручивается мечик свободно после того как крутили обе футерки одна на другой было бы неплохо проверить резьбу еще раз чтобы она не была зажата с помощью метчика отмечек отшлифовал грубо говоря вот на выходе у нас по глубине там сейчас стоит полторы футерки ада целиком вошла другая была среза наполовину и болта свободно вкручиваются от руки сейчас внутри колодца грубо говоря полторы футерки и болт перебудут вкручиваться стальную резьбу такая технология в принципе изначально применяется на вилках лифте то есть когда восстанавливаете колесо на вилку лифте вы закручиваете болт не в алюминии а такую стальную футерку то есть там нарезанные два большего размера вкручивается стальная футерка не он вкручивается болт то есть эта резьба будет надежней чем заводская резьба изначально вот так вот здесь на верхнем крепление фасмаунта вот такой ремонт резьбы мы выполняем в нашем сервисе и вот так вот правильно сделать репост видео с вами был сервис онлайн до скорых встреч